С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Сегодня отмечается День Конституции России. Основной закон страны был принят 12 декабря 1993 года на всенародном голосовании. Новая Конституция провозгласила Россию правовым государством и стала прочным фундаментом для всех экономических, политических и социальных преобразований в стране. Конституция впервые в новейшей истории высшими ценностями объявила человека, его права и свободы, а обязанностью государства – признание, соблюдение и защиту прав и свобод гражданина. С Днем Конституции жителей округа сегодня поздравил глава региона Игорь Кошин. «Вместе выбирая демократический путь развития многонациональной России, мы взяли на себя ответственность за судьбу Родины перед нынешним и будущими поколениями», – отметил Игорь Кошин. «Теперь наша гражданская обязанность – знать и уважать нормы Конституции, следовать им, стремясь обеспечить благополучие и процветание нашего государства». В Наринмаре стартовал двухдневный семинар по защите прав коренных малочисленных народов Севера. В работе семинара принимают участие депутаты Государственной Думы Сергей Коткин, Григорий Литков и Дмитрий Ламейкин. Участники семинара проведут анализ федеральных и региональных законов, затрагивающих интересы КМНС, обсудят те аспекты жизнедеятельности и традиционного уклада северян, которые нуждаются в корректировке. Актуализация нормативно-правовых актов, регулирующих жизнедеятельность и традиционный уклад жизни северян. Этому блоку посвящен семинар «Организованные ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России». Подобные встречи уже прошли в Хабаровске, на Байкале и в Ханты-Мансийске. Для нас, конечно, актуальны такие законы, как вот идет закон об Арктике, об арктической зоне. Мы непосредственные участники. И все наши депутаты, эксперты, Наринмар, Таймыр, Ямал, Мурманск, мы все друг друга знаем. И мы как раз очень дружно участвуем в продвижении наших поправок в данный законопроект. Потом проходили поправки в земельный кодекс. Мы, к сожалению, для наших северян некоторые статьи не смогли отстоять. Но какие-то статьи удалось. Например, обязательность проведения слушаний на наших территориях. В российском блоке законов насчитывается порядка 27 статей, так или иначе, касающихся жизни коренных народов. Самые актуальные из них – вопросы рыболовства, взаимодействия с недропользователями, создание новых природоохранных зон. Одна из последних поправок, которая рассматривалась в Госдуме – правовое регулирование деятельности общин. Правительство предлагает ограничить членство в организациях, то есть представитель КМНС может состоять только в одной организации. Цель законопроекта – предотвратить злоупотребление поддержкой, которую общины получают от государства. Несмотря на то, что комитетом по национальностям Государственной Думы и Советом Федерации данная инициатива поддержана, профильном комитете по региональной политике, мы отклонили данную инициативу, не поддержали правительство. Почему? Потому что есть заключение здесь нашей ассоциации коренных младчисленных народов ССР, ЕСАВЭИ, есть заключение администрации окруженной о том, что не поддерживать эту инициативу, хотя есть вопросы, с которыми нужно разобраться. Говорили на семинаре и о таком новом направлении в жизни северян, как этнотуризм. Гость из Краснодарского края, депутат Госдумы Дмитрий Ламекин, отводит этой сфере большое значение, как на Кубани. Ещё 20 лет назад местные власти не рассматривали туризм как статью в доходах бюджета. Сегодня эта строка добавляет в казну порядка 6 миллиардов рублей ежегодно. По мнению депутата, потенциал в сфере этнотуризма у Ненецкого округа и других северных регионов большой. Есть колоссальнейший интерес к Арктике, есть колоссальнейший интерес к такому этнотуризму. Может быть, есть смысл нам на уровне и, соответственно, субъекта, если мы говорим о местном, и на уровне федеральном рассмотреть возможность поддержки направления этнотуризма, создать концепцию. Все предложения и поправки, собранные по итогам семинара, будут включены в резолюцию. Документ ляжет в основу работы депутатского корпуса 7-го созыва и обсуждения на федеральном уровне. Валентина Чибич и Владислав Носкин, Телеканал «Север». Погода вносит коррективы. Крепкий мороз освободил от занятий на рейнмарских школьников, однако уроки в некоторых освобожденных классах все же прошли. Минус 35, плюс один выходной. Сильный мороз, установившийся в Ненецком округе, стал поводом для отмены занятий учащихся с 1 по 8 классы школ города и поселка Искателей. Кто-то из ребят с радостью остался дома, а кто-то оделся потеплее и отправился на уроки. Тонкости температурного режима узнала Ирина Нижалова. Две подружки, пятиклассницы из первой школы, Алена и Лиза, несмотря на 35-градусный мороз, предпочли пойти в школу. Говорят, дома сидеть скучно. Алена, вот сегодня отменили занятия с 1 по 8 класса. Ты в школу пришла? Ты не знала, что занятия отменили? Нет, я не знала, но мне пришла Лиза, моя подруга, и мне сказала, что сегодня минус 36, и мне мама отправила в школу. А если бы занятия, ну и мама разрешила остаться дома, ты бы осталась дома или пошла в школу? Нет, ну что в школу, чтобы делать меньше домашнего здания. Ну потому что у меня дома просто не было нечего делать. Я сделала себе домашние дела, и у меня было свободное время. А как ты относишься к тому, что вот школу отменяют, а занятия, если ребенок приходит, занятия проводят? То есть это хорошо или лучше бы появляться дома в отделе? Это хорошо, потому что получаешь тогда больше знаний, чем дома домашние. Каждое утро и при любой погоде в школе ребят встречают учителя. Даже если на занятия придет один ученик, урок для него все равно проведут. Новую тему, конечно, изучать никто не станет, зато пройденный материал повторят. Актеров дней выводят много, а по закону образования мы сейчас должны выдавать, конечно, материал 100%. И если, допустим, там будет 5-7-10 дней актеровных, то, конечно же, учебный процесс будет стать гораздо сильнее. Поэтому, наверное, отчасти говоря, мы призываем тех родителей, которые могут доставить детей в школу. Мы, конечно, просим их перевезти на занятия. Прежде чем информация об отмене занятий дойдет до своего слушателя, ей предстоит пройти длинный путь. И начинается он с метеостанции Наринмара. У нас в департаменте есть специалист, которому доводится информация с метеостанции. В 6 часов 45 минут данный специалист сразу информирует МЧС у нас. Данная информация размещена на сайте МЧС. Для нашего региона установлены критерии для отмены занятий в школах. Они согласованы с Роспотребнадзором и Департаментом здравоохранения, труда и соцзащиты населения НАУ. Если столбик термометра достиг отметки 30 градусов и ниже, отменяют занятия с 1 по 4 классы. Занятия с 5 по 8 классы отменят, если температура воздуха установится на отметке в минус 35 градусов. Если же температура за окном покажет 40 градусов мороза, то отменят занятия для учащихся старших классов, то есть с 9 по 11 классы. При такой температуре отменяются занятия и в государственных профессиональных образовательных организациях, но только по распоряжению руководителей. При определении температуры наружного воздуха учитывается поправкой на скорость ветра. При скорости ветра от 5 метров в секунду путем увеличения значения температуры на 2 градуса за каждые 1 метр в секунду скорости ветра выше 5 метров в секунду. То есть при скорости ветра в 6 метров в секунду к общей температуре воздуха добавляется 2 градуса, а при скорости ветра в 7 метров в секунду прибавка составит 4 градуса. При постоянном ветре скоростью 15 метров в секунду и более, независимо от температуры воздуха, занятия отменяются с первые по восьмые классы. При постоянном ветре скоростью 20 метров в секунду и более занятия отменяются во всех классах. При отмене занятий в школах отменяются занятия и в государственных организациях доп. образования. Напомню, информацию об отмене занятий можно узнать на официальном сайте Главного управления МЧС России ПАНАО, на информационном мониторе на перекрестке улиц Ленина и Ваучейского и в эфире радио Наринмар-ФМ на волне 102,5 ФМ в 7.15 и 7.45 для первой смены и в 11.15 и 11.45 для второй смены. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В дружной семье «Лукоил Севернефтегаз» прибыло. Накануне состоялось знаковое мероприятие – посвящение молодых специалистов в нефтяники. В коллектив наринмарских лукоиловцев влились 14 молодых специалистов – выпускников Ухтинского университета и Северного арктического университета имени Ломоносова. Уже сегодня они трудятся на различных комплексах по добыче нефти и газа, таких как Инзырей, Тединка, Южное Хельчую и Варандей. Новоиспеченный лукоиловец Чупров Никита еще вчера стоял в рядах российской армии, служил на Северном флоте, а сегодня ответственный и серьезный работник нефтяной промышленности. Признается, об этом он мечтал с самого детства. Эмоции только положительные. Вот то, что начинается трудовая деятельность. С детства мечтал быть нефтяником. Дядя у меня пример. С детства уже определился, не было никаких колебаний в выборе профессии. Дядя Николай Михайлович в силах племянника никогда не сомневался. Говорит, особо и содействовать не пришлось. Все на личном примере. Парень активный. Колова на месте. Силы, возможности есть. Я думаю, он поднимется. Не сомневались в успехах своего воспитанника и в Красновской школе. Никита является как раз их выпускником. Уже на протяжении многих лет между образовательным учреждением и нефтяной компанией налажено тесное сотрудничество. Компания осуществляет нам финансовую помощь, чему мы очень благодарны. И ежегодно участвуем на посвящении в студенты. И уже не один ученик у нас, выпускник нашей школы, является работником данной отрасли. В течение года у нас проходят различные мероприятия по профориентации. Приезжают к нам сотрудники. Посвящение в нефтяники – особый ритуал, который появился больше 70 лет назад на первых буровых. Теперь традицию поддерживает предприятие «Лукоил Севернефтегаз». И хотя сам обряд несколько видов изменился, суть его осталась прежней. Вчерашние студенты становятся полноправными нефтяниками. В данности разработки эксплуатации «Лукоил Севернефтегаз» и «Лукоил Севернефтегаз». Сегодня он трудится в качестве оператора четвертого разряда на «Лукоил Севернефтегаз». Традиция честовать молодых нефтяников стала уже регулярным мероприятием. Потому как молодые кадры приходят сюда каждый год. Посвящение в нефтяники – официальное признание молодых сотрудников полноправной частью компании. Еще недавно выпускники учебных заведений, сегодня дипломированные специалисты и сотрудники одной из крупнейших компаний России и мира. Елена Семеновичева, Антон Водряков, Телеканал «Север». Полезные советы и праздничное настроение накануне торжества. Дом Нового года снова принимал гостей. На Ринмарце расписывали рождественские козули, мастерили украшения и окунулись в праздничную атмосферу. Готовить не хуже, чем в ресторане, сервировать стол и знать золотые правила этикета. А еще изучать хорошие манеры и правила здорового образа жизни. Эти нужные навыки осваивают в молодежном клубе «Вместе» бывшие воспитанники детского дома и интерната. Такую возможность им подарил совместный проект региональной молодежно-общественной организации «Фотостудия Блиц» и Центра комплексного обслуживания. На одном вкусном занятии побывала наша съемочная группа. Юлия Шабловинская учится готовить плов с курицей. Бывшая воспитанница школы имени Пырерко, а ныне студентка педагогического колледжа, занятия в молодежном клубе «Вместе» старается не пропускать. Ведь такая домашняя школа, по словам девушки, путевка в самостоятельную жизнь. Ну, самое нужное – это кухня, потому что каждая девушка должна уметь готовить. И поэтому, ну, как бы учиться – это обязательно. А что-то уже готовила, да, на занятия? Да, готовили. Мы готовили куриные котлеты, потом готовили салаты разные, легкие салаты, которые можно быстро подать на стол. Получилось у тебя? Получилось. У кого-то угостила? Да. А кого? Ну, сестру младшую, друзей. Сегодня Юлиного угощения ждут 12 коллег по клубу. Они с предвкушением следят за процессом, которым руководит преподаватель аграрно-экономического техникума Владимир Абрамов. Первое блюдо полок, оно очень просто готовится в домашних условиях. А салат сезаря, он очень знаменитый, мало кто знает, как его готовить. Я просто сегодня хочу показать, как его можно приготовить не хуже, чем в ресторане. Готовить не хуже, чем в ресторане – давняя мечта участника клуба Романа Людвига. Молодой человек сейчас проходит курсы поварского искусства на базе Центра занятости населения. И сегодняшний мастер-класс для него – как урок профмастерства. Умение готовить разные блюда – это только одно из направлений клуба. Есть еще этикет «Школа красоты», «Фитнес-занятий», «Рукоделие» и «Компьютерная грамотность», которая в наш компьютерный век, по словам руководителя проекта «Вместе» Альберта Людвига, особенно важна для молодежи. Главная задача – это как раз уберечь ребят от интернет-мошенничества, умения пользования, приобретения онлайн-билетов, услуг, оплата коммунальных платежей, счетов, ну и какие-то начальные знания самого компьютера. Компьютерная грамотность и другие занятия в программе молодежного клуба помогут бывшим воспитанникам детского дома и интерната быстрее адаптироваться в обществе. Ведь у таких детей практически нет социальных навыков, которые нужны для самостоятельной жизни. Не секрет, что многие ребята по окончанию таких учебных заведений у нас не очень приспособлены к жизни. Помним такие случаи, когда получали квартиры виллоджи два года назад зимой, эти квартиры разморожены, еще какие-то многие бытовые проблемы у них встречаются. И вот чтобы этого не происходило, придумали такую программу, проект. Реализовать такую программу по социальной адаптации стало возможно благодаря окружной поддержке. В прошлом году региональная молодежная общественная организация «Фотостудия Блиц» выиграла грант в размере 300 тысяч рублей. На данные средства было закуплено необходимое для занятий оборудование. Данный проект рассчитан на 10 месяцев. Любовь Перемькова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Как встретить Новый год в лучших семейных традициях? Как правильно накрыть новогодний стол? Из чего можно смастерить главный символ года – красного огненного петуха? И что обязательно должно стоять на праздничном столе? Узнать об этом и многом другом, а также раскрыть свои таланты. На многочисленных мастер-классах Наринмарцы смогли на большом празднике под названием «Дом нового года». Он прошел в Наринмаре уже в четвертый раз. В руках Виолетты кисть буквально оживает. И шаг за шагом обычная тарелка превращается в произведение искусства. Аншлаг и за соседним столом. Мы делаем северные козули. Это такой пряник рождественки, который делают всегда на Новый год, на Рождество. Это как в подарок. Но раньше делали так, украшали. Потом можно дарить его в подарок, пожалуйста. На двух этажах Дворца культуры Арктика десятки мастер-классов. Здесь же можно своими руками изготовить Деда Мороза, создать новогоднюю игрушку из фетра, композицию из воздушных шаров или насладиться классической музыкой. Первый раз пришли на такое мероприятие. Буквально пять минут здесь находимся. Нам все нравится. Считаем, что такие мероприятия нужно проводить чаще. Наша дочь еще маленькая, но она уже заинтересована некоторыми выставками. Мы бы-то, конечно, хотели много. И козули расписать, и тарелочки рассывать. Но что ее заинтересует, тогда и пойдем. А пока молодая семья осматривается под веселую музыку, на свет рождается вазочка из бумажной лозы. А что вы такое делаете? У нас плетение из бумажной лозы. Сейчас мы приезжаемся и с мировой решим. Скажите, а вам как? Получается. Давно хотела поучиться. Встаем. К себе. Ни хи к себе. Вот, по голове дальше расстаем. Сложно? Ну да, начинается. Для начала всегда пока сложно. Терпение и труд все перед руками. По словам организаторов, сотрудников этнокультурного центра, именно такие подарки, сделанные своими руками, несут особый смысл и энергетику. Как можно сделать подарок, как можно сделать игрушку на вагоне, чтобы украсить дом, чтобы украсить елочку свою, чтобы можно было сделать что-то своими руками. Когда-то раньше это было в традиции. Когда я сама была школьницей, я очень любила ходить в пионерскую комнату, когда была подготовка к Новому году. Мы там делали все своими руками и украшали елочку. В общем, эта традиция, я думаю, замечательная, когда всей семьей приходят на такой большой праздник. Ну а для тех, кто сомневается в своих творческих способностях, на прилавках огромный выбор товаров на любой вкус. Новогодние открытки и календари, сувенирные тарелочки, футболки, традиционные куклы и многое другое. Город на ремарх холодный, поэтому надо утепляться. Это, например, вот комплект традиционной коми-вязки, потому что мы сохраняем традиции. Чумик – это пожелание семьи, любви и тёплого, красивого жилища. Возможность раскрыть новые горизонты творчеством, приобрести новогодний подарок родным и близким или просто окунуться в предпраздничную атмосферу гостям и жителям города организаторы дарят уже в четвёртый раз. Буквально за несколько часов сотни человек сменяли друг друга на различных мастер-классах, и каждый, кто пришёл на этот праздник, почувствовал приближение Нового года. Новый год – один из наиболее древних праздников, поэтому вокруг него возникло много легенд. Так, если история Деда Мороза уходит вглубь веков, то о его прекрасной спутнице стало известно совсем недавно. В 1873 году Островский написал свою пьесу «Снегурочка». Однако изначально она была дочерью Деда Мороза и только со временем превратилась во внучку. Почему и когда это произошло, точно неизвестно. Но с уверенностью можно лишь сказать, что сегодня ни один новогодний праздник не обходится без этих волшебных персонажей. Такова была информационная картина дня. Увидеть новости вы можете также на нашем сайте по адресу www.trk.sever.ru Далее смотрите прогноз погоды.